Мир вам! Рабочий метод. В общем, сегодня хотим рассказать о такой мастеровой профессии, как установщик дверей, окон. И сегодня ролик будет называться «Не мы идем в гости, а к нам идут в гости». То есть, ребята, установщики, они до этого здесь установили рамы, поменяли. Здесь сейчас перегородная рама, отделяющая кондиционер. И хотим немножко с ними поговорить о их рабочем методе и вообще о их профессии. Смотрим. Вам места хватит, давайте положить? Да, парад хватит. Ну вот, как я и обещал, небольшое дыблю с ребятами, установщиками, дверей, окон и всего прочего. Рабик, еще раз ты уже заработаешь, но это еще раз для камеры. Первый вопрос, который мы постоянно задаем, это как ты начал этим заниматься. Ооо, этим мы занялись уже, наверное, в районе 10 лет, наверное, тому назад, это, да, как бы, пока первые года набирались опыта, как говорится, опыт приходит со временем, особенно в дверном, в оконном деле. Но ты по профессии, ты, я не знаю, краснодеревщик. Ну, у меня профессий как-то много, я как бы и краснодеревщик, и юрист, как бы, это, да, но как-то, это, по душе мне пришлось, то, что ты за дверями, окнами заниматься как-то. Руками, то есть, работаем, да, и руками работаем, и, как бы, замеры делаем, и привозим, как бы, и заказы делаем, как бы, все замечательно. Все хорошо, все хорошо. Очередных потолков нету, может, не бояться, может, не бояться, может, шорхать потолок. Так, второй вопрос, который мы задаем, это инструмент. Какое отношение к инструменту? Ну, в основном, да, инструмент это в нашей работе, самое основное, то, что должно быть, это хороший инструмент, если нет, хороший инструмент, и, как бы, работа, она никак не пойдет. Да, работа, она не пойдет. Инструмент, да, циркулярочки, все-все надо покупать, покупать это, особенно, когда на межкомнатные двери заходим. Да, правда, да. Там точно есть, да, там не точно, любая неточность, она уже, как бы, да, испортишь конструкцию, и... То есть, вы всегда развиваетесь, что-то новое, если поднять, или... Ну, да, да, это в любом случае, это в любом случае развиваемся, и, как бы, в интернете смотрим всегда, как бы, да. Это как раз следующий вопрос, то есть, откуда берем информацию, то есть, я вам тоже задаю, откуда? Ну, в основном, да, я в Ютубе смотрю, то, что, там, вот, какие вопросы, как говорится же, установка самого по себе, они же никогда на месте не стоят. Каждый год, там, кто-то, появляются новые, какие-то новые инструменты, в любом случае, развитие, там, как обеспечить работу, там, ну, очень много интересного. Очень, ну, книжки любим читать также, книжки. Кстати, вот это первый, кто говорит, краник, то, что книжки любили читать. Да, книжки в любом случае читать нужно, это в любом случае. Это, как бы, зависит на наш, потом, языковый барьер, то, что, да. Так, ну, и последний вопрос, это, что хотелось бы сказать заказчикам, нашим дорогим заказчикам? Нашим дорогим заказчикам, первым делом, что хотелось бы сказать, не экономить, не экономить, самое основное, это, когда, как бы, пытаешься сэкономить, она всегда выходит боком, боком, то есть и двойная сумма, и тройная сумма уходит. А боком это значит криво. Да, 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 потому что, в основном, по дешевке, кто у нас делает, в основном, не профессионал делает, то есть, который пытается что-то там, вот, это, рассказать людям, но, в любом случае, говорю же, даже на монтаже мешком в третвере, вот, например, там, как там можно сэкономить, там, ну, там инструмент, если чуть-чуть криво, даже тортовка пилит, там уже 45 градусов уже неровно подойдет, это уже некрасиво, то есть, понимаете? То есть, не экономить. Не экономить, да, в любом случае. Вот так вот, и мы об этом уже не раз говорили, и вот опять. Ну, ладно, будем заканчивать, всем привет, прощаемся. Пока. Пока.